Как я получал стандартизованные коэффициенты, я заходил в Analyze, Descriptives, Statistics и здесь ставил галочку Save Standardized Values. В рабочее окно я помещал только те переменные, которые являются предикторами в моей итоговой модели. Здесь внизу появились стандартизованные предикторы и с ними я еще раз запустил регрессию и получил эти самые стандартизованные значения B. Возьмем сочетание пары предикторов. Допустим, быть россиянином и иметь бессрочный трудовой договор. Чтобы рассчитать баланс, мы должны просуммировать. Получаем 1,43 больше нуля, следовательно, после экспоненцирования будет больше единицы, следовательно, баланс смещается по сравнению с контрольной группой в пользу B1. Таким же образом можно рассчитать предсказанные балансы для отношения B1 к B0 для любого сочетания изучаемых предикторов, которые попали в итоговую модель. Если интересующее нас сочетание присутствует в массиве SPSS или другой пакет, используемый нами, то мы можем попросить в этот пакет машину рассчитать вероятность, предсказанную для интересующего сочетания предикторов. Для этого я еще раз запускаю бинарную логистическую регрессию, ставлю выбор вероятности, сохранение вероятности предсказанной. Вмещаю в рабочее окно 21 предиктор. Поскольку модель качественная, я в этом уверен, и в дальнейшем я это покажу, можно уже не ставить Stepwise процедуру, не ставить Selection Variable. Однако я поставил, вот здесь вы видите, чтобы вы убедились, что действительно будет только один шаг, не будет отсева переменок, но поскольку модель качественная. Мы видим, что действительно только один шаг, все предикторы остались в модели. В файле с данными появилась новая переменная, которая содержит прогнозируемые вероятности. Если отсортировать по этой переменной, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...